Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня делаю легкий во всех смыслах ягодный, по-настоящему летний десерт. Готовится он очень быстро, да и подавать можно сразу. Я использую клубнику и киви, а вообще подойдут любые ягоды или фрукты. Способ приготовления в порционных стаканчиках или креманках кажется мне наиболее удобным. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, к творогу любой жирности добавляю сметану любой жирности, сахар, его берите по вкусу и ванильный сахар. При помощи погружного блендера прорабатываю до получения желаемой массы. Ее можно сделать кремообразной, а можно оставить небольшие крупинки творога. Затем заранее промытую и обсушенную клубнику режу небольшими кубиками. Точно так же поступаю с киви. Складываю все в одну миску, добавляю буквально пол столовой ложки сахара и столовую ложку лимонного или апельсинового сока. Перемешиваю. Затем беру два стаканчика объемом 280 миллилитров и на дно каждого крошу печенье. Подойдет любое. Размер кусочков также на ваше усмотрение. Можно вообще из него сделать крошку, но я люблю такими крупными кусочками. Сверху кладу фрукты прямо с соком. Печенье все впитает. Сверху немного крема. Далее опять печенье. И так буду чередовать слои. Лично я делаю по три слоя каждого ингредиента, но на самом деле не имеет значения, сколько слоев вы положите. Делайте все на свое усмотрение. Друзья, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Сверху я кладу слой ягод и если остается сок от ягод, просто распределяю его по десерту. Ну вот, десерт готов. Из данного количества, как я уже говорила, у меня получилось два стаканчика объемом 280 миллилитров. Если вы дадите десерту настояться, то печенье будет мягким, а если подадите сразу, оно останется хрустящим. Поэтому выбирайте сами, какой вариант вам больше нравится. В любом случае десерт получается очень легким, нежным и вкусным. Смотрите на моем канале еще рецепты простых и быстрых порционных десертов в стакане. Все ссылочки будут под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Есть-Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.